Креветочная ферма И туристическому бизнесу, потому что если отдыхающие узнают, что здесь сейчас началось производство, то якобы по мнению инициативной группы местных жителей откажутся сюда ездить, что нанесет опять же по мнению инициативной группы непоправимый урон В дело включилась Наталья Поклонская, которая заявила, что будет оттаивать интересы жителей И также в этой ситуации стал разбираться Сергей Аксенов, который решил приостановить здесь производство, возведение работ на неделю, пока правительство не разберется с документами Не проверят все досконально, и либо производство, работы будут, может быть, полностью установлены, а может быть и продолжатся Покажу, что само по себе строительство находится в общем-то в непосредственной близости от Казантипа, от того, что от него осталось Потому что это шоу, это летнее мероприятие, оно существовало много лет, практически десятилетие находилось здесь, в Поповке И было закрыто по инициативе тогда работающей прокурором Крыма Натальи Поклонской Сейчас все это в запустении, не гостей, не отдыхающих И, собственно, те ательеры, которые здесь возвели какие-то строения ради приезжающих раз в год многотысячной толпы гостей, туристов Они тоже испытывают сложности, по сути, они прозябают Но вот так сейчас все это здесь выглядит Нам удалось пообщаться с главой местного поселения, который высказал свою точку зрения на происходящее Саид Магомедович, здравствуйте! Здравствуйте! Саид Магомедович, у меня к вам вопрос такой, по поводу креветочной фермы Вот все это, можно сказать, скандалы, который сейчас разгорается потихонечку Как вы ко всему происходящему относитесь? Ну, знаете, в моем понимании, действительно, скандал, скажем так, заслуженный Люди растревожены Что себя приведет вот это, когда тут сделают нам это, как называемая, ферма по выращиванию креветки Обеспокоенность людей, я понимаю И людей интересует Вроде бы пробежная территория, пляж Тут уже выращивают креветку Экологические, как они будут последствия Это же на поселение И плюс к тому у нас единственный источник Это доход от курортиков А потом услышал, увидел Перестанут ездить там Вот такая ситуация Подождите, давайте так разбираться К чему относится та территория, где собираются креветочную ферму построить? Это вот территория вашего поселкового совета? Или сельского, как у нас правильно называют? Знаете, часто люди на самом деле путают Есть земля и территория штормовского сельского поселения Есть земля, территория штормовского сельского совета На сегодняшний день круг полномочий, обязанностей Чтобы это было все в правом поле Это и есть граница населенного пункта А процессы, которые идут там, по поводу этой фермы Эта территория находится за границей населенного пункта То есть все вопросы, касающиеся деятельности, выделения земли, заключения аренды Это вопросы МИЗО, Министерства имущества и земельных отношений, Совета министров Вот такая ситуация То есть вы в эту информационную мясорубку попали случайно? Ну, вот так получилось Я, опять же, не снимаю с себя ответственности Закон так диктует, что мои полномочия ограничиваются в границах населенного пункта Скажите, а тогда насколько ваш населенный пункт заинтересован вообще в наличии инвестора на территории? Даже пусть рядом Честно говоря, наш сельский совет, депутатский корпус и люди однозначно заинтересованы инвестицией Потому что инвестиции – это инфраструктура, это привлекательность Но люди хотят понять, вот это те инвестиции, которые будут вкладываться Насколько они будут отражаться на экологии наших поселений Насколько это будет привлекатель для туристического бизнеса А так народ настраивает, чтобы инвестиции были только в хорошем смысле слова, без вреда или пользы Саид Магомедович, давайте вашу точку зрения Когда вы узнали об этом конфликте, вы начали разбираться, я уверен Вы смотрели документы, вы встречались с инвестором Какой вывод вы сделали об инвесторе? На сегодняшний день официально заявить Я всего лишь могу озвучить официальную позицию Когда уже начали проверяющие органы, контролирующие органы Запрашивать как главу администрации, как главу муниципального образования Кто такие, чем занимаются Что там у вас происходит? Что там у вас происходит? Мы знаем то, что не знаете вы И вот я попросил инвестору предоставить, пожалуйста, документы Хотя бы временное пользование И под скорую руку я видел договор аренды Заключенный между Министерством и Международных отношений Я видел решение Совета Министров Что им разрешается эта деятельность Я видел план Но когда уже люди просят или требуют Прошу предоставить документы, которые имеет эта фирма, эта организация Если у меня не было официально предоставлено Официально мне предоставлено эти документы Я, конечно, не мог им предъявить вот такие документы А так я их видел То есть договор аренды есть Решение Совета Министров есть Проекты есть Вот исходя из соображений Мне кажется Ну то есть люди опасаются не того, что это мошенники А жители опасаются, что после начала деятельности Может произойти ухудшение Как туристической ситуации, так экологической ситуации Я правильно понимаю? Вы, скажем так, таким красивым журналистским языком Передали те мысли, которые Да, на самом деле, людей интересуют и переживают Как это отразительно экологии нашего поселения? А инвестор рассказывал, сколько рабочих мест будет создано? Вот как раз упущение инвестора в этом и заключается Ну, нужно было инвестору Я с большим уважением отношусь И к Совету Министров Правительству Крыма Они начали оттуда Инвесторам нужно было все-таки Подреться в сельский совет, под администрацию Чтобы через нас собрать людей Рассказать об этом Но на последней встрече была такая договоренность Сейчас объект временно приостановлен Что они нам сделают презентацию Покажут, расскажут Приехав сюда, мы по чистой случайности Застали здесь одного из представителей общественности Который посетил данную стройку Как ни странно, в присутствии полиции Они уехали вместе в одной машине И сложилось такое ощущение, что вот этот вот активист Он вызвал полицию для того, чтобы приехать сюда И проконтролировать, что здесь не ведутся работы Которые было обещано прекратить Приостановить на неделю Он также рассказал нам, что он Как являясь олицетворением той инициативной группы Которая препятствует возведению здесь креветочной фермы Считает и какие аргументы приводит в качестве своих доводов Здравствуйте, не подскажете, мы журналисты из Симферополя Приехали посмотреть А вы... Мы тоже приехали посмотреть Так, сейчас одну минуточку Мы люди, которые против вот этого строительства Были два митинга Да, 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 ну так поверхностно Да, обращение у нас есть, пожалуйста А вкратце не расскажите, а почему вы против? Вкратце, почему вы против? А, нет, нет Во-первых, это земля, спорная Значит, на этих землях не предусмотрено Видите, работа? Это была рекреационная зона Сейчас вроде передали Разрешающий строитель, вернее, разрешающий рыболовство Понятно, да? Я правильно понимаю у вас, что вы считаете, что земля здесь как бы получилась нарушениями инвестора Это правильно? Конечно, нарушения здесь... А если проверят и окажется, что все в порядке, то что делать? А нет, а можно ли сейчас? Давайте тогда я вам тогда говорю По-серьезному уже все Вы знаете, что, значит, Таврида, значит, трасса идет от Херчи до Севастополя А дальше ответвление на Западный Крым А, значит, это СААКИ, Евпатория и Мирные Вы в курсе делали Это фактически суда Четырехполоска Какие колоссальные средства сюда закладываются? Это говорит о том, что это развитие Понятно, я еще как-то раньше в Советском Союзе работал А какое отношение Таврида имеет к этой креветочной ферме? Значит, можно ли сейчас? Это Таврида имеет отношение к развитию этого района Вы понимаете, что это Западный Крым, который перспектива развития Красная лечебная грязь Вот Евпатория, это центр детского... То есть, понятно, вы считаете, что креветочная ферма помешает этому? Не, не, я считаю Это абсолютно точно Причем, вот, ну, видите, какие сооружения Здесь 100-метровая зона Все, это пляжная зона И здесь это вот эти производства, которые неизвестно когда Александр, расскажите о непростой ситуации предпринимателя в селе Поповка Ну, почему непростая? Я думаю, что это очевидная ситуация Есть недоработки с моей стороны, как инвестора В отношении к народу Получилась ситуация Вот, как раз-таки, она происходит сейчас практически неделю Больше недели И мы анализируем причины этого Вот, мы услышали народ И здесь как раз-таки наше упущение Что мы не донесли наш проект села Поповки То есть, вы хотели бы вначале анонсировать то, что будете делать И потом начать строительство? Да, нужно было именно так и сделать Но причина та, что у меня в этом опыта не было Вот, говорю, как есть Вот, теперь я понимаю, как нужно действовать И стратегически Как вы будете действовать? Я должен донести свой проект до людей Потому что я проанализировал проблемы все Какие люди видят в этом проекте проблемы Поэтому я презентую, должен, планирую презентовать проект в среду Вот, с учетом всех пожеланий людей Как вам кажется по ощущениям? Вам удастся все-таки ваш проект продолжать дальше? Не получится так, что люди скажут Жесткое нет И у них не будет ни фермы, ни рабочих мест И никакого развития дальше? Я уверен, что я найду общий язык с обществом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok